всем привет вы на канале мусина стрит меня зовут татьяна вчера я услышала информацию об экологической катастрофе на камчатке и я хотела бы высказать свою гипотезу правда я не эколог я не океанолог и сзади меня не халактирский пляж я учитель музыки и сзади меня воды мексиканского залива что я хочу сказать вот все что произошло это конечно очень печально те кадры которые все видели но это просто трагедия конечно мы должны подождать мнение экспертов вот но я хочу предложить свою версию дело в том что люди живущие на побережье мексиканского залива начиная с флориды испытывают по похожие симптомы и я что что имею ввиду раздражена слизистая сухость глаз першит во рту вот похожие симптомы о которых говорили серферы из камчатки до знакомы людям которые живут здесь и происходит это вот вы знаете как раз в это же время сентябрь октябрь месяц даже чаще в октябре начало середина октября и называется это red tide что такое red tide в переводе обозначает красные приливы это цветение водорослей есть специальные водоросли которые также умеют плавать и вот скопление этих красных водорослей приводит вот к такому эффекту когда океан цветет то есть действительно на воде вы можете видеть красную пленку на берегу мы также находили очень много мертвой рыбы и конечно находиться в это время на пляже ну просто невозможно то есть першение в горле глаза открыть просто невозможно несколько раз мы попадали в ситуацию когда просто закрыв глаза мы убегали с пляжа потому что открыть глаза невозможно ученые знают что red tide может выглядеть как желтая пелена на поверхности воды желтая или коричневая но по старинке его называют red то есть красный прилив раньше мы полагали что red tide красные приливы могут происходить только в водах теплых морей и океанов однако я вчера обнаружила что первые случаи рядом с камчаткой были датированы 1799 года то есть тогда на острове ситха рядом с побережьем аляски погибли 115 охотников погиб которые попробовали поели мидий они просто отравились следующий случай был зарегистрирован 1973 году 12 человек уже в петропавловский камчатском также были получили отравление ну что я могу сказать вот очень похожие симптомы и мы посмотрим может быть действительно это катастрофа вызвано несколькими причинами я могу предположить что результатом случившегося является комбинация причин может быть и выброс фенола и нефтяные пятна и сток реки ну вот я решила поделиться своим мнением своими догадками своей гипотезой и я очень надеюсь что океан с этим справится ну во всяком случае мы не должны об этом молчать и по возможности помочь природе пишите что вы думаете по этому по этому поводу с вами я татьяна мусина всем пока